Всем привет, друзья! Сейчас будем смотреть недавнюю игру в рейтинге нашего русского игрока Zalz Classic Pro Играл он против Phantom of Arena Сейчас такой никнейм у этого игрока Я предполагаю, что это один из топовых игроков Ну и Classic порекомендовал мне это как интересный реплей, который можно посмотреть Давайте, наверное, включим два цвета Синий-красный, друг-враг Просто, чтобы нам было проще ориентироваться Смотреть таким образом Да, оба игрока в итоге в чате синие Потому что я не вовремя это немножко включил Но, тем не менее, поехали Итак, литовцы Сильная эта цивилизация на ранней стадии Стартуют они с плюс 150 еды Ну, за счет этого можно исполнять большинство интересных билд-ордеров Как на водной карте, так и на обычной Арабии Которую играют наши герои в сегодняшней встрече Ну и вместе с тем, оппонент играет Сицилиц Это одна из последних добавленных цивилизаций Имеет она неоднозначные бонусы Которую, на мой взгляд, игроки еще недостаточно хорошо изучили Поэтому, собственно, редко ей играют Итак, три креста на лесе от Сицилицы Допускаю, что это будет именно Скаут Раш Скаут Раш от Сицилицы сильный Потому что весь входящий бонусный урон Меньшен на 50% То есть это означает, что те же пики Наносят во много раз меньше урона По Скауту Ну и также по Кавалерии Поэтому выходить здесь в Скаутов Очень выгодно А у Классика, в свою очередь, открытая карта Сложная, но здесь будет полностью закрыться Только если он разведывает здесь В край карты, наверное, даже будет выгоднее закрываться Нежели пытаться строить здесь какую-то огромную большую стену Итак, ну и я допускаю, что Классик тоже пойдет в своих Скаутов Поэтому Сицилийские Скауты не будут для него большой проблемой Он будет убивать этих Скаутов своими Скаутами Которые не имеют никакого бонуса А значит И никак не будут понерфлены Сицилийским анти-бонусом Итак, Классик уже нажимает лун Будет апаться с популяции 19 С популяции 19 Очень ранний этап Ну а Сицилийц без каких-либо дополнительных эко-бонусов Наверное, нажмет здесь ап с популяцией 20 Да Ну и тоже без айтл он нажимает 18 на 19 На него креста раньше апается Классик Ну и Сицилийц потихонечку разбрасывает крестьян По двум лесопилкам В которые он собирается выходить Ну и вообще, знаете, у него маловато здесь еды Всего 5 крестьян осталось на овцах Несмотря на то, что он здесь несколько зебр подогнал У него пока что еды не так уж и много Да, Классик Как и недавно осмотрел его игру Рано в стриме Он тоже подманивал зебр вместо того, чтобы найти овец Все-таки выгоднее, наверное, чаще подманивать именно Ой, находить именно овец А уже позже подманивать зебр Итак, Классик Вот тут, кстати, интересный момент Мне кажется, вообще не стоит против Сицилийца заказывать пики То есть нужно просто делать много своих скаутов Пики, пожалуй, юнит совсем не выгодны Тем более, Классик раньше апнулся Да, оба игрока делают здесь примерно симметрию Выходят в одних и тех же юнитов Да, но это Сицилийца, в свою очередь, наоборот Может добавить здесь несколько пик Для того, чтобы защищать свои ресурсы от вражеских скаутов Да, Классик в итоге одну пику сделал Но все равно, мне кажется, не две даже пики сделал И нужны они здесь Да, закрывает эту часть карты Возможно, закроет еще и здесь Такая за счет Таунсентра получится стеночка Узенькая, но, тем не менее, защитит практически все ресурсы Да, Классик здесь уже подрезал одного креста Давайте, наверное Да, понаблюдаем за тем, как бегают тут скауты Классика Много достаточно пик сделал Фантом И четыре скаута сейчас через трех скаутов от Классика Классик еще пару скаутов добавил Странно, что он пики увел То есть он полностью там еще не закрылся А пики повел уже на форвард Это, мне кажется, весьма спорным решением Ну, в итоге сицилиец приходит сюда Забегает просто под Таунсентром Естественно, этот Классик не закрыт полностью А здесь нанести большой урон не получается Две пики потеряны, убит один крест Там же дырка А, нет, там дерево Хорошо, там нету дырки Так, экшн у нас происходит сразу в нескольких местах Здесь Классик не успевает закрыть Пять сицилийских скаутов забегают в крестьян Но неудачно он их контролит Скауты бьют всех разных вилов При этом два скаута уже потеряны Мало всего здесь осталось у сицилийца Но проблема в том, что Классик в данный момент времени не атакует Поэтому Поэтому преимущество его не нарастает То есть хватает времени там сицилиться на контроль и на войну Да, очень плохая карта У Классика на самом деле, если играть лучниками Потому что этот лес очень легко можно отбить снаружи Не пробиваясь внутрь А Классика добывать лес где-либо еще Будет очень сложно в этой игре Так, здесь два продамажных скаута Нужно крестом фокусить Можно было зафокусить раненого Скорее всего, крест бы при этом не умер Скаут бы был убит Ну а Классик пока что развлекает здесь бегать двумя пиками И своими шестью скаутами Можно попробовать пробежать еще как-то на лес Сейчас увидит здесь три пики Надо просто бежать внутрь Он же увидел три пики Знаю, что скаутов там нету Он всех поубивал Ну, кстати, всего на одного креста стоит Классик Несмотря на такой удачный заход Большим количеством скаутов на лес Классику Ну и в целом экономика у ребят равная Я думаю Да, намного больше здесь фермы сицилийца Давайте посмотрим, сколько их здесь 17 ферм он сделал сицилиц Тут немного При этом у него практически нету еды Он еще двух скаутов здесь отдает на ровном месте Очень здорово Классик здесь напрягает И пока что я бы сказал, что Феодал остался за Классиком Готова у него уже тачка Всего на четырех крестьян он отстает Но при этом у него есть тачка Поэтому в целом это эквивалентно Классик практически не отстает по экономике Ну и в целом он раньше вышел на золото 20 ферм К тому же у сицилийца Против 14 от классика Но у классика более сбалансированная экономика Потому что у сицилийца, как мне кажется, будет дисбаланс по ресурсам В какой-то момент времени Классик очень много пик здесь сделал Кстати, апнута здесь атака У сицилийца плюс один атака готова И знаете, несмотря на то, что у классика здесь больше пик Есть вероятность, что этот бой намного выгоднее для именно сицилийца Благодаря именно бонусу на атаку Да, пытается здесь Да, хорошо, классик контролирует Благодаря тому, что Благодаря тому, что его пики бьют не только по вражеским пикам Но еще и по вражеским скаутам Именно по скаутам вырывается вперед классик У него все здорово О, и здесь найдет сейчас еще рейд Это очень приятно Делетнул здесь один тайл палисады сицилийц Для того, чтобы Для того, чтобы возможно снять оттуда крестьян Либо наоборот добавить хап И по итогу потерял личного креста Как я сказал, что несмотря на преимущество по фермам От сицилийца, который сделал уже плюс один, плюс один апгрейд На пике Несмотря на это сицилийц Классик нажимает пик под следующую эпоху Сайт, кстати, второй барак планирует Видишь, там много пик, возможно спалил плюс один апгрейд именно броню То есть атака еще ничего не значит Потому что атаку делают и для кавалерии в том числе А вот броня на пике уже значит, что вполне возможно Там будет именно пехота, будут именно пики Ну и все, что с ними связано Итак, сицилийц все еще не нажал переход У него в заказе несколько пик Он боится, видимо, большего количества скаутов от своего врага Но по апгрейдам Да, но при этом ни одного апгрейда на скаута нет Поэтому бояться фундскаута в такой ситуации, как мне кажется, немножко странно Ну и при этом мог заметить здесь второй барак сицилийц Эх, не зафокусил на одном хппик Классик немножко ошибся Только сейчас заделал я там несколько апгрейдов Ну и в целом классик-то чемпами вряд ли нанесет урона А по крестьянам он сейчас прилично отстает На 6 крестьян у него меньше Понятно, что он практически уже перешел в следующую эпоху Но по велам отставание критичное Нужно будет обязательно сейчас строить таун-центры И обгонять своего оппонента Который до сих пор не нажал переход Посмотрите, какой у него большой дисбаланс 22 у него креста работает на идее Еще и крестьян он не заказывает А ресурсный переход все еще не копится Интересно, что он тоже строит второй барак Планирует мечников делать Очень странное Очень странное мета-исполнение Исполнение мета от ребят Оба планируют выходить в пехоту Это очень странно Так, классик сразу нажимает апгрейд На мечников На замкового мечника И ставят монастырь При этом у него готов ли апгрейд на сапплай А, у литовца нет сапплайов, кстати говоря Да, то есть Эти мечники еще и дорогие Они стоят не 40 ед, а 60 Мне, ой, здесь еще и креста потеряет классик Да, конечно, хорошо, что он в итоге среагировал Забрал этого скаута Но, несмотря на это, он все-таки потерял креста В какой ситуации это бывает неприятно Да, исцеление здесь потихонечку закрывается Строит, строит стены Классик монастырь Пошел собирать религии Которых, кстати, он вообще практически не видит Здесь крестьяне тоже вообще, господи, что, что Кто классик делает крестьянами? Он ищет, видимо, лес, на котором можно построить таун-центр В итоге находит лес только здесь Ого, какой трешак Прикиньте, не смогу Ну, вот на этот лес, видимо, не увидела хорошего таун-центра Решил не ставить его сюда Просто искал другой лес Так, в это время классик здесь пробивается Два креста в очинимый домик Я думаю, у классика есть апгрейд на урон по зданиям Для этих мечников При этом сама атака не проапгрейджена А, Сицилид с тем временем добавляет еще две конюшни И делает именно кавалерию против чемпионов классика Интересный выбор Ну, классика здесь уже три таун-центра Он потихонечку собирает реликвии И когда здесь будет много кавалерии У классика, во-первых, будет полнахия А во-вторых, он будет делать свою кавалерию Которая будет больше урона И это приятно Вообще, литовец пока выглядит как приятная цива против сицилийца Именно потому что может делать то же самое Но с большей выгодой для себя Да, здесь семечники по итогу умирают А это очень дорогие юниты Понятно, что классик сейчас вырывается вперед по экономике Потому что вражеский сицилиец играет всего лишь в один таун-центр Пока не наблюдаем мы за ним За стройку дополнительных городских центров Ну и про этот таун-центр он, естественно, не знает Очень необычно Необычно в такой ситуации выходить далеко И добывать где-то лес Да, там даже не разведанного Не может посмотреть по лесу А у классика здесь приятные такие дырки Которые не замечает сицилиец И классик вовремя реагирует Не дает кавалерии забежать в незащищенную часть его экономики Да, тем временем Сколько реликвий у классика ульта имеется Только одно он пока нашел При этом очень плоха у него разведка именно реликов Есть у него релик здесь Есть релик здесь И в целом вот этот релик тоже мог бы попробовать забрать Итак, удается здесь, кстати, сицилицу пробиться Все-таки он забегает внутрь Начинает нарезать крестов в классику И если бы этого сейчас не произошло То классик сильно вырвался бы вперед По экономике Это очень важно в такой ситуации То есть сейчас совсем не хотелось бы получать урон В итоге, видимо, монахами Вот это вот ошибка Нужно было сицилицу Он же играет в один того центра Но нужно как-то снова болеть Обязательно наносить урон Поэтому обязательно нужно было здесь Забегать сюда внутрь кавалерии И вот тот момент, пока классик ошибся Нужно было использовать в то, чтобы Пофиг тут на двух монахов Даже если отдать двух коней И постараться забрать этих монков И просто загнать всех вот этих вот крестьян Либо убить их Либо загнать их внутрь тому центра Заставить их бездействовать Так, четыре монаха к классика Забайтил легкую кавалерию Очень классный мус Здесь, конечно, есть плюс два броня Поэтому урон по легкой кавалерии Небольшой Но, тем не менее, да Снова высаживает И здесь не надо было прятать этих монков Потому что было очевидно Что легкая кавалерия не успеет их забрать Потому что очень мало хитпоинтов у них было И классик даже сделал апгрейд на апнутую пику Это, мне кажется, ошибка И все равно классик вряд ли будет играть здесь пиками Против кавалерии Потому что слишком низкий урон они наносят по ним Все-таки Да, этот анти-бонус очень сильно решает Посмотрите, как здесь рассыпались все пики Они банально не могут драться И здесь, посмотрите Все равно он этими конями решает принять бой Только уже на 3-4 минуты позже И против четырех монахов А не против двух Поэтому файт практически проигран И вот этого, естественно, делать не нужно было сейчас То есть это нужно было делать тогда, когда здесь было два монаха Здесь качественный, качественный заход Много крестьян сидело А, кстати, разница по крестьян-то всего 9 Очень много крестьян здесь потерял классика Что немаловажно, он потерял здесь темп То есть его экономика больше не растет такими большими темпами Как это было у сицилица Кстати, интересный момент Сицилиц имеет вот этот вот пониженный анти-бонус Но при этом сицилиец намного Кстати, он, скорее всего, разведал этот релик Прибежал лукашкой типа его контролить Прибежал типа контролить сюда По итогу вот этот конь, если бы продолжил чейзить эту лука То он нашел бы этот релик И таким образом, пытаясь законтролить этот релик Сицилиц бы позволил классику его найти Интересная механика Так вот, бонус литовца при этом на лейтисов Работает так, что он игнорирует просто броню И этот бонус не редюсится литовцам То есть по сути Ой, не редюсится сицилицам То есть весь тот урон Ну, весь тот бонусный урон, который имеет лейтис Благодаря тому, что он игнорит броню Он останется у литовца То есть он никак не будет понервлен Интересная такая Интересные такие взаимодействия Странно, что классик не добавляет своего кавалерия У него, правда, всего Ну, хотя, да, у него всего один этот Ой, здесь как интересно Причем, мне кажется Вы слышали этот звук? Такой классный Блин, новая цивилизация очень прикольная Озвучивание, что бургунцы там есть Ни чем посмеяться, что это А сицилиц, кстати, посмотрите У него очень крутая разведка Он почти все релики видит на карте То есть он вот этот релик забирает Сейчас вот этим реликам уже охотиться Ну и вот этот релик, я думаю Он найдет быстрее, чем классик Потому что он старается разведывать И так легкая кавалерия Задвигает в монахов Да, есть только одна цель сейчас у литовца У сицилийца Не дать классику собрать реликвии Ну и в целом у него Ему это удается То есть Очень важно Вот этот, конечно, релик Ну, очень важный Это там релик Здесь монахо классик На монахо классик с рейки Но при этом спалил свой Толинцент Сицилийц теперь знает, что может попробовать туда проатаковать И так я все еще удивлен Что классик не делает Не делает кавалерию Делает именно пики против этих коней Насколько мне известно Эти кони прямо сейчас могут принять бой И просто развалить эти пики здесь Слишком Ну, просто слишком маленький урон Пики наносит по коням Сицилийским Да, здесь конь удачно забежал Немножко понервировал Нервировал сицилийца По крестам 94 на 76 То есть классик прилично впереди И вот, давайте смотреть Пайт Вы посмотрите Вот этот конь по нему бьет Несколько пик Он до сих пор не умер Очень много урона сумел станковать Классик здесь снова Классно контролит монков Конвертит большое количество коняшек Да, еще удачно Законвертил коня Который фокусил этого монаха Который, так скажем Один фокусил этого монаха Но, тем не менее Бой проигран Много кавалерии здесь осталось У сицилийца Он сейчас будет дальше давить Ну, не должны здесь пики работать То есть три барака Сейчас заказывают пики И, по идее, сицилийца Будет грамотно делать С монахами Подхиливать коней Немножко микроконтролить И просто делать заказ Новых коней И отправлять их, например Еще и вот сюда Сейчас может просто Передавить классик Потому что, ну Как я уже отметил Пики не сильный юнит Против сицилийских коней Да, они не то чтобы на равных Они намного сильнее дерутся Хотя у классика Еще и плюс два апгрейд есть А у сицилийц, видимо, тоже Да Улов апгрейда с обоих сторон Начинается тут Дикий, просто дичайший Рейд экономики 100 на 85 Всего лишь на 15 Кристиан разница И сицилиец набрал на замок Вы посмотрите Он ведет большое количество крестьян Он моментально Этот замок достроит Прям вообще буквально За мгновение Потому что огромная Просто скорость строительства У этих крестьян Для тех, кто не знает Сицилиец строит Он центры и замки На 100% быстрее Это просто Реально бешеный бонус Замок уже почти построил Тут еще так много крестьян На самом деле И надо сейчас Ицелить Ведь куда-то Вот сюда ставить донжоны И делать Заказывать сержантов И идти Ставить туда донжоны Классик Тем временем Нажимает переход В имперскую эпоху Но при этом Его экономика Мне сейчас нравится Меньше Потому что здесь Много крестьян У него не работает У него всего лишь На 14 крестьян Больше И при этом Ну его экономика Работает намного хуже Его крестьяне сидят Очень важно Сейчас сицилицу Просто начать Вот эту вот Незащищенную базу Атаковать Лучше бы Классик ферба Тут делал А весь лес Бо тут добывал Мне кажется Что ферм Такое большое количество Ферм здесь Это ну При идеальной игре Ошибка Ну и кстати Что еще интересно Против пик Сейчас сицилиц Сможет добавить сержантов Он пытается тоже Нажать ап В имперскую Копит ресурса Мне кажется Это совсем здесь Не нужно То есть нужно Просто заказать Вот сюда вот сержантов И новых рыцарей И все Он просто зарейдит Классика Тут не сможет Ничего против этого сделать Тем не менее Классик уже Практически перешел Сицилиц За это время Не сделал Никаких суперактивных Действий Ой Ааа Он делает Таун-центр И он Копит даже А ну на импы Он нажал И он сейчас Прежде всего Хочет сделать Этот уникальный апгрейд Прапа уже Практически полностью Сержантов И хочет именно сейчас Кучу сержантов Сделать У него в данный момент Время Раз, два, три, четыре Таун-центра Я думаю Он сейчас будет Заказывать уникальный апгрейд Ну и с уникальным апгрейдом Можно там просто Полностью все сломать Да У классика тем временем Лейтиса С хорошей атакой Здесь бегают Правда Одного перевербовали Очень неудачно Сразу считаете Минус два Лейтиса На таун-центра Трибушеты тем временем Работают По единственному Замку Сицилийца Да Эти селебарды Конечно Большого урона Не нанесут Тем более Прям в тайминг Вышли здесь сержанты Которые Развалили Просто Вышли сержанты Которые все развалили Ой Прям под этот То есть он нажал Быстрел этот апгрейд И под них Апает элитного сержанта Это очень интересно Сержанты будут Очень сильные Непонятно Как их сейчас убивать Классик Блин Ну я удивлен Что сицилиец Не фокусируется На вот этой части карты А классик Тем временем Посмотрите Он заказывает Элебарда Он совсем не понимает Что сейчас будут Сержанты Совсем не понимает Что его ожидает Так Ну-ка Сделался апгрейд Не сделал сапгрейд На элитного сержанта Посмотрите на ресурсы Ой Как неудачно Для сицилица И классик Здесь намечает Как раз замок Блин Ну тут очень большая Сейчас армия У сицилица Если бы он сделал Апгрейд На Успел бы сделать Апгрейд На элитного сержанта То он сейчас бы Однозначно здесь Ну он бы точно Здесь все сломал То есть он замок Бо сломал И крестьян Бо всех до замка Точнее там он центр Бо сломал И крестьян Бо убил бы До того Как замок Бо сломал Неудачный Кп не так много Кп не так много У них хитпоинтов Поэтому Ну я бы на месте На месте Сицилицы Бо расстроился Что я проиграл Здесь сражение И потерял Эту темповую армию Которую я смогу Сделать только один раз Да конечно Вот это место Тоже было бы Приятно найти Ну и кстати По реликам Стоит отметить Три реликта Сейчас у сицилицы И только один релик И только один релик Сейчас у классика Апнул он кавалерию И при этом Доказывает пики Планирует делать Видимо алибарда Плюс кавалерия Или какая комбинация Это будет Мне кажется Сицилицу Нужно добывать Добывать камень И просто Строить здесь Эти донжоны Просто застраивать Потихоньку Начинать контролировать Карту донжоты И достраивать сержантов Сержанты Идеальный юнит Против всего того Что есть у классика Доделан только что Последний апгрейд на атаку У него 12 плюс 5 Атака на лейтисов Ну и вот этот бой Очень странный Здесь принял Сицилиец Ну кстати смотрите Даже Там много алибард Посмотрите Он выбрал этот бой У алибард Интересный момент То есть Очень сложно Здесь драться Алибардами Против этой кавалерии То есть Тут именно Благодаря лейтисам Классик не проиграл Этот бой Если там были Только алибарда То я думаю Что бой был бы Очень быстро проигран И потихонечку Сейчас может Начать здесь Передавливать Сицилиец Но Из минусов Стоит отметить Что он потерял 22 талут-центра Сложному сейчас Будет строить Свою экономику А Классик Тем временем Не ошибается У него 125 крестьян И сицилиец Вообще прописывает Goodgame Интересная такая Игра Классик Все-таки Справился С оппонентом Но было видно Что оба игрока Даже больше Классик Не очень понимает Не очень пока Чувствует цивилизацию С которой он играет И возможно Что если бы он Сыграл эту игру Прямо сейчас Заново Он бы Не выходил В алибарда Против кавалерии Потому что Практически Они не работают Очень сложно Как мне кажется Будет им драться В любой Более равной Ситуации Интересная игра Новая Такая Цивилизация И не часто Сейчас можно Увидеть игры За них Ну и Как мы могли Увидеть Лейтисы И в целом Литовцы Это очень приятный Циво против сицилийцев Надо взять на томет Спасибо за просмотр Надеюсь Что вам понравилось Это видео Обязательно Ставьте лайки Пишите комментарии Что думаете Про новую цивилизацию Про бакбунцев И сицилийцев И обязательно Подписывайтесь на канал Спасибо за просмотр И до следующего Видео